В свои 18 Илья Питеров уже получил права на категорию B, B1, C и C1. Когда-то была мечта сдать на первую категорию, то есть управлять мотоциклом, но чуть позарослев, все-таки передумал. Уж очень большая ответственность. Я пробовал ездить на мотоцикле, так особо не страшно. Сейчас как-то, по-прежнему, не горю желания после таких слов. Больше всего внимания учащихся привлекает экипировка байкеров. Шлем, наколеники, перчатки, защитные куртки. К слову, всероссийская акция «Внимание, мотоциклист!» началась в 2006 году в Санкт-Петербурге. Нижний Новгород был следующим. И в прошлом году впервые у нас прошла неделя мото-безопасности. Ничто не может являться панацеей. Не может являться панацеей отдельное соблюдение правил, непревышение скорости, отсутствие наличия экипировки. Ничто из этого не решит все проблемы. Но все проблемы может решить голова. А голова уже должна сама думать, где нужно одеть шлем, где нужно сбавить скорость. За последние несколько лет количество ДТП с участием двухколесного транспорта постоянно растет. Ежегодно в Нижегородской области фиксируется порядка 500 аварий с мотоциклами. И примерно столько же с участием мопедов. Если количество мотоаварий из года в год приблизительно одинаковое, то вот гонщиков среди скутеристов увеличилось почти в пять раз. Год нам 2006-2007, мы за весь год имели около 50 ДТП с участием мопедов. То в 2013 году 50 ДТП было только с детьми за рулем мопедов. А всего их количество было почти 400. То есть это действительно проблема, о которой надо говорить. И мы используем любую возможность говорить людям, в том числе через средства массовой информации. Впереди у байкеров еще обучающее занятие для водителей мопедов и мотоциклов по оказанию первой доброчебной медицинской помощи в присутствии врача-травматолога, акции мотодонора и внимания мотоциклист, а также конкурс водительского мастерства среди мотоциклистов. Левтина Батурина, Сергей Таиров, Объективное ННТВ.